Однокомнатная элитная квартира в столице страны со всеми удобствами. Когда-то все это было лишь мечтой Бактубека Карабекулум. Благодаря программе госипотечной компании он смог приобрести недвижимость. На момент покупки жилья годовая ставка составляла 7%. В этом году ГИК снизил этот показатель на 2%, рассказывает наш герой, что это в разы снижает финансовую нагрузку. Я очень рад, что снизили, потому что для госслужащих хоть процент один если снижать, это выгодно получается. Не было никакой сложности для снижения процентной ставки. У меня задолженностей никаких не было, у меня наоборот переплата была. Основные документы уже банк сам готовил. Мне просто осталось поехать, подписать документы, отнести договор в госрегистр. Оттуда у них свой процесс есть по снижению тарифа. И они 5% ставят заново по-новому. И все. Вот сейчас мои документы, они все готовы. По 5% платим. Госипотечная компания сообщила о снижении процентной ставки по жилищной программе доступное жилье 2015-2020. В частности, решено снизить процентную ставку по ипотечным продуктам на 2%. Таким образом, после снижения ставки по льготной ипотеке будут варьироваться от 4 до 8% в зависимости от первоначального взноса по доступной ипотеке в 8%. Основным условием для снижения процентных ставок по кредитам является отсутствие заложенности по ежемесячным взносам, по погашению наличия страхового полиса на последующий год. И также по направлению строительства индивидуального жилья отсутствие задолженности и просрочек по графику возведения, по этапам возведения жилья. В случае исполнения заемщиком всех обязательств перед банком до конца сентября 2021 года снижение процентной ставки будет осуществляться с 1 октября текущего года. Процентная ставка заемщику будет снижена с ноября этого года, если клиент выполнит свои обязательства до конца октября. Всем, кто успел выполнить установленную договоренность до конца ноября, процентная ставка будет снижена с 1 декабря этого года. В случае исполнения заемщиком всех своих обязательств перед банком до 27 декабря, процентная ставка снижается с 28 декабря. Кроме этого, господтичная компания работает над расширением доступа граждан к участию в жилищной программе «Мой дом 2021-2026». Для этого планируется убрать ограничения по возрасту. Соответствующие нормы были прописаны в проекте закона о внесении изменений в закон Крыговской Республики о государственном ипотечном жилищном кредитовании. В документе предлагается изменить срок ипотечного кредитования до 25 лет. В предыдущей программе было указано, что на момент погашения ипотечного кредита, чтобы заемщика было 65 лет. По новой программе мы этот возрастной ценз убираем, то есть мы расширяем круг своих заемщиков. Это дает многим нашим гражданам получать ипотечный кредит в льготных условиях. В ипотечную компанию было очень много обращений, и мы, учитывая эти обращения, наши руководители несколько месяцев проработали над этим. И в скором времени мы надеемся, что парламент уже рассмотрит, и наши граждане старшего возраста тоже уже могут получить ипотечный кредит. Отметил, что более подробно с условиями снижения можно ознакомиться на сайте www.geek.kjm. Принятие вышеуказанного законопроекта значительно облегчит условия жилищного ипотечного кредитования в стране, что даст ощутимый социально-экономический эффект в виде повышения качества жизни граждан.